Участники совещания еще раз обозначили необходимость перезагрузки туристического маршрута «Золотое кольцо». Очевидно, что в нынешнем формате маршрут не может способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. Проблемы территории в целом похожи. Это не до конца развитая инфраструктура, однобок из подготовки и презентации маршрутов, низкий кадровый потенциал. Регионы снова вышли с инициативой, впервые прозвучавшей здесь же, в Сергиеве Посаде, несколько месяцев назад. С инициативой о модернизации «Золотого кольца», о придании ей этому кольцу современности и включении туда ряд территорий, включая, конечно, и Московскую область. Поэтому эта инициатива сегодня поддержана на Совете, мы ее будем поддерживать и будем всячески расширять и включать «Золотое кольцо» и другие регионы. Смежная тема – развитие межрегиональных туристических связей внутри ЦФО. По мнению туроператоров, Москва и Санкт-Петербург сильно перезагружены туристами. Необходимо менять подходы к организации маршрутов, включать в них разные регионы с грамотной логистикой и новой подачей достопримечательностей. Все это, в общем-то, с одной стороны, добавляет и будет добавлять дополнительные налоги в бюджет, бюджеты всех уровней. А с другой стороны, конечно, даст возможность нашим людям, жителям и Владимирской области, и других регионов страны, и журобежным туристам, знакомиться с достопримечательностями нашего государства, нашей Владимирской области, с памятниками старины, архитектуры. Современным туристам уже недостаточно только памятников старины. Гостям интересно познакомиться и с особенностями быта, и с уникальными традициями, и с современными достопримечательностями. Арго, эко, этно и гастротуризм сейчас считаются очень востребованными и весьма перспективными. Перезагрузка Золотого кольца должна пройти качественно и по всем направлениям, начиная включением маршрут новых городов до создания единого туристического стандарта, общего для Центрального федерального округа календаря событий современной инфраструктуры. Все это задача на самое ближайшее будущее.